Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают О мировых тенденциях слышали, пытались внедрять, но все же, как водится, имели свою специфику. Фарцовщики приобрели свою силу, а страшное слово «дефицит» топором висело над модниками. Например, мини-юбки были, но представители комсомола мораль девичью блюли и даже измеряли в учебных заведениях длину изделия линейкой. Пришлось побороться с советским женщинам из-за брючных костюм в гардеробе, который считался писком 60-х. Ведь в нем часто не пускали ни в рестораны, ни в другие общественные заведения. При этом 60-е стали настоящим подъемом для отечественных красавиц. Причем в прямом смысле слова. Каблук стал обязательным атрибутом. Шпилька вещь неудобная, конечно, но красота требует жертв. Советские женщины, как под дурманом, гонялись за итальянскими плащами Болонья. В 60-х советские космонавты в лице Юрия Гагарина и Валентины Терешковой покорили неизведанное доселе пространство. Кутерье вдохновлены в моде активно «космическая тематика». Уже тогда многие крупные города имели собственные дома-модели. Модные показы, так называемые творческие отчеты для населения проводились даже в сельских домах культуры. Такие показы обязательно сопровождались комментариями искусствоведов. У Советского Союза даже появились известные модели. Регина Сбарская, Мила Романовская, Нина Черепкова и многие другие. Именно в 60-х в общесоюзный дом моделей одежды в Москве пришел работать молодой модельер Слава Зайцев, ставший одной из самых значимых фигур в истории модельного бизнеса. А французская пресса за создание русской серии в 60-х и вовсе назовет его «красным Диором». Но это уже совсем другая история.